Дорога после бомбежки Первая проблема – это гора. Грязь, ливневки нет, вода стоит, в итоге не проехать. Дальше лужи такие же большие, машины встают. Поэтому вот какая-то такая ситуация, если касаемо дорог. И Лежановка не может ни выехать, ни уехать. Альтернативный объезд есть, правда, через Белоярск. Но и это не выход из ситуации. Через Белоярск дополнительных, ну это 20-25 минут, если с утра пораньше. На автобусе до больницы 40 минут. Ты встаешь в 6, выезжаешь на автобусе в 6.36, если тебе надо бронуло, в 8.30 ты будешь только. Это в лучшем случае. Местные, конечно, пытались действовать, обращались в администрацию Новоалтайска и в РЖД. Ведь дорога идет параллельно дорожным путям и ранее принадлежала железнодорожникам. Но, как сообщили нам представители РЖД, в 2019 году они передали право владения этим участком дороги городскому округу Новоалтайска. Безусловно, все вопросы в части ремонта данной дороги необходимо перенаправлять в администрацию Новоалтайска. Более того, данную проблему мы уже как бы также с администрацией обсуждали. Свет был такой, что пока этот вопрос рассматривается, не будет в ближайшее время рассматривать и принимать какое-то решение. С этим вопросом главе Новоалтайска обратилась и наша съемочная группа. Владимир Бадунов, правда, не на камеру, пояснил, что в курсе проблемы. По его словам, чтобы засыпать ямы и покрыть дорогу щебнем, необходимо подождать, пока высохнут лужи и земля станет сухой. Следующий этап – укладка асфальта. Но будет ли это сделано, точного ответа нам не дали, как и не пояснили, есть ли финансовые источники на проведение работ. Жителям слабо верится, что это произойдет в ближайшее время, ведь их просьбы не слышат годами. Ну а мы продолжим следить за развитием ситуации. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.